Девушки отдыхают 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 А я говорю, как я говорю, ночь не посплю, я говорю, изделие готово Одиннадцать ложек заказано, видишь Два ведра заказано А теперь вот два ковшика Двадцать штук хапук ягоды брать Чернику там, да? Да, чернику, бруснику Ты знаешь за час сколько ей наберешь? Как у них? Да что вы? Да Это вы все сами вытачиваете как-то? Да, все это вот А как же вы их... Ну так, а рукам как же Все рукам Если б я с каждого брал плату, я б миллионером был бы Ну, меня жалость Я сам прошел это все Понимаете? Прошел Я жалость Вот придет... А... У нее трое ребятишек Ну как я с ней возьму? Ну как? Ну я сделаю, пожалуйста И другому третьему Ну а с кого-то побогаче Ну там на бутылку, там на литр Когда я сделаю, они свеженькие, знаешь, беленькие С молкой припахивают Очень приятно Приходят Ай А ребятишечки такие маленькие Дедушка, нам сплети Ты понимаешь? Ну я им штук Сплету Там штуки 3-4 Каждый Много раз их Приходит там четверо Дедушка, дедушка Дай мне корзиночку На, на, на На Семнадцать или семнадцать лет? Четыре года в последнюю ходку Девятнадцати лет как пошел и... По чему? Ну и все командировал То туда, то сюда, опять командировал Ай, жизнь как сложится Музыка Туда, когда я сидел на хорошую работу День за день за день за день за день за четыре Николай Иванович, мы тебя освобождаем на полтора года. Да хорошую работу раньше. Я говорю, нет. Нет, гражданин, я говорю, подполковник. А что? Я твоих, я говорю, полтора года за плечами носить не буду. А если, я говорю, мне коснется еще командировка, мне этих полтора года опять сюда прибавят. Так что я день в день отсижу. Вот когда жена приехала, меня уже отправили на Урал. Так вот он ей говорил, говорит, тут перши как бык в сосну. Никаких. Не надо, говорит, свободно, говорит, все. Вот так. Но это никому я не желаю. Какой бы ни был враг, никому это. Не пожелаю. Зверски там обходишься следян. Кругом загорожены. Да вот, проволоков шесть рядов колючих. Смотрите. И в тюрьме конфликт там и с двух играет. И тебя убьют, или ты бей. А первый раз за что загремели? Батьку в армию и брата взяли. Война. Немцы же были у нас тут. Год мы же под немцем были. Ты понимаешь? Мы уехали в самую войну на север. Нас было восемь человек. Поймаете? Голод, холод. Разбрелись, как тараканы, кто куда. Вот подходим двое. Как тебя зовут, Николай? Значит, Николай Иванович, да. У нас плотницкая бригада. Хошь по работе, голодный. А какая плотницкая работа? Пришли, раму выстрелили, лезь, Николай Иванович, в ларек. Подавай, что там есть. Ну. Я подал уже все, а не разбежаюсь. Только встал в окошко, меня отсыпь. Год держали, мне пятерку всадили на соловки. Война. Порох делали на заводе. Барабаны мотали. Мы порох отрывали, пленки ели, нам не давали. Пуша шлипо. Вот. Голод ходит. Что дальше-то? Дорого в первый раз, а потом уже проще. Защищить я человека, вот допустим, кого там, кто обижает, это и с молодостью, и вообще я от этого никогда не отступал и не отступлю. Никогда. Чтоб со мной не было впоследствии, но отступить я не могу. То есть защитить какого-то человека? Обязать. Любого. Вот обижают человека, какие-то, чтоб я прошел, никогда не могу. Не могу. Что со мной впоследствии было, но человека я должен защищать. Я давно к нему не был, а Бог на меня милует. Милует. Видимо, так надо. И вы не жалуетесь на судьбу? Не жалуюсь на судьбу. Раз мне так это предсказал Бог пройти, значит так и надо. Значит жалуюсь. Значит кого-то вините или что? Нет. Не вините? Никого не виню. Только сам я виню. Я виню сам себя. Больше никого не виню. Ни в чем. Может быть там кто-нибудь, ну и... Просили. Да, виноват я сам. Видимо так характер позволял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...